В республике готовится принять членов Третьего Совета Волга-Янзы. Это эффективный формат двухстороннего сотрудничества регионов Приволжского федерального округа и провинции Китая. По итогам прошлогодних заседаний инвесторы из Поднебесной уже приступили к реализации масштабного проекта в Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава республики Михаил Игнатьев отметил, что инвестиционные проекты для региона – приоритет. Ставка на рост товара оборота. Так, три года назад в Китай начали поставлять чувашские конфеты. Кондитерская фабрика даже открыла фирменный магазин в провинции Суйфаньхэ. Мы должны спуститься на уровень коммерции, на уровень бизнеса. И наши организации, наши предприниматели конкретно с конкретными предпринимателями, с конкретными коммерческими организациями должны заключать названных провинций. Кроме этого, у нас будет продолжено сотрудничество в сфере гуманитарий. На сегодняшний день отношение на международном уровне между Россией и Китаем позволяет на другом уровне развивать эффективное взаимосотрудничество с нашими провинциями. Уже спустя два года в Ульяновске провели Первый совет Волга-Янзы. Новый формат переговоров связал регионы ПФО с пятью провинциями Китая и городом Сяньтань. Главной задачей совета мы видим урегулирование стратегических вопросов в формате Волга-Янзы и координации действия отдельных сторон. Сотрудничество между двумя странами началось с нуля, переходя от малого к крупному. Есть и подтверждение в цифрах. В перечень инвестиционных проектов включен в общей сложности 181 проект. А в дорожную карту мероприятий в гуманитарной сфере включено 100 проектов. Один из первых документов совета подписали глава республики и вице-губернатор провинции Аньхой. Стороны обязались развивать торговые связи, науку и культуру. В Ульяновске дали старты проекту «Чувашия Сычуань». Инвесторы из Китая уже осваивают земли в Парецком районе. Первые 2000 гектаров засеяли кормовыми культурами. До конца года здесь возведут современный животноводческий комплекс. «Общая сумма инвестиций сюда привезли более 10 миллиард рублей на территории Цувашии». «И нам нужно построить такой проект, который полезен местным народам и помогает развитию экономики республики». Сейчас регионы округа и провинции Китая прорабатывают более 70 инвестиционных проектов. Ожидается, что на Третьем Совете Волга-Янзы стороны заключат новые договоренности. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов и Борис Андреев. Республика.